Как ты там поживаешь? Заметает. А ты сейчас на чем поехал? На машине пробиваюсь. так чете какой-то мало того что метет еще трактор просто проходит не загребает все марка я теперь не трогаю я их вынимал я думал они лишние а оказывается они пропустишь да да пожалуйста скамейки пустые заходим детскую комнату освободите нет погасели зашли сюда все заходим царю небесный утешителю души истины и жизни и все исполняй сокровища благих и жизни подателю и иди все лисявны и очистины от всякие сквенны и спаси боже души наша господи боже наш молим тебя именем господа нашего иисуса христа прибыть с нами и благослови нас благодарим тебя за все что ты даруешь благодарим тебя за жертву великую дару нам быть достойными и и предстать на суд твой страшный оправданными господи за все тебя благодарим тебе хвала отец и на дух святой аминь аминь сегодняшнее чтение евангелие от марка глава 1 стихи с 1 по 8 во имя отца и сына и святого духа аминь аминь стихи 1 2 начало евангелия иисуса христа сына божия как написано у пророков вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим который приготовит путь твой пред тобою толкование блаженного феофилакта болгарского иоанна последнего из пророков евангелист представляет началом евангелия сына божия потому что конец ветхого есть начало нового завета что касается свидетельство о предтече то она взята из двух пророков из малахии 3 1 исаи 43 глаз вопиющего в пустыне и прочее это слова бога отца к сыну он именует предтечу ангелом за его ангельскую и почти бесплотную жизнь и возвещение и указание грядущего христа иоанн уготовлял путь господин приготовляя посредством крещения души иудеев к принятию христа пред лицом твоим значит ближе к тебе ангел твой этим означается родственная близость предтечи ко христу так как и пред царями шествует преимущественно родственные особы глаз вопиющего в пустыне то есть пустыне иорданской а еще более в синагоге иудейской которая была пуста в отношении к добру путь означает новый завет астези ветхий как неоднократно нарушаемый иудеями к пути то есть к новому завету они должны были приготовиться астези ветхова исправить комментарии игнатия тихоновича интересно было бы посмотреть на священников которые решились бы проповедовать прямо по слову божию вообразим что такое все таки где то случится в третьем тысячелетии хотя бы один раз батюшка решился бы изъяснять священное писание как блаженный феофилак и дошел бы до этого места где говорится о библии ветхом и новом завете не просто говорить об этих путях и стезях если по ним сам никогда не ходил стоит только начать проповедовать прямо по толкованию феофилакта на это место и другие его собратья прозовут его баптистом и сектантом приходилось не раз встречаться с такой ситуацией когда за проповедь одного священника остальные ополчаются на него и просят архиерея или убрать его или запретить когда феофан затворник со своей огромной ученостью и знанием языков дошел до перевода симеона нового богослова то перо выпало из его рук великой скорой пишет он об этом что отложил сей труд и не решился довести его до русской паствы во избежание соблазна какого соблазна того что прочитав этого подвижника простые люди если поверят ему то тот же и признают свое неверие и потеряют всякую надежду на спасение так пусть уж остается все так как и есть и остаются эти стежки дорожки нехоженными а пастыри оказались не руководителями и поводырями для слепых а сами ослепли не читая библии путь в царство небесное один святая библия и так понимали все святые отцы а сегодня на тысячу православных проходивших всю жизнь в храмы при всем желании и розыске не обрящешь ни единого кто знал бы толкование святых отцов церкви на новый завет книги толкования сегодня издаются и продаются свободно но авторитет и для православных как и авторитет библии на нуле все подменили новыми канонизациями явлениями державных икон крестными ходами мироточениями и многим другим о чем в библии нет ни единого слова и значит пастыри ведут свою паству не по путям и стезям проложенным господом они проходимыми дебрями где нога господа не ступала ни разу солом 118 113 вымыслы человеческие ненавижу а закон твой люблю и риме 6 16 так говорит господь остановитесь на путях ваших и рассмотрите и расспросите о путях древних где путь добрый идите по нему и найдете покой душам вашим но они сказали не пойдем стихи 3 4 глаз вопиющего в пустыне приготовьте путь господу прямыми сделайте стези ему явился иван крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов толкование иоанново крещение не имело отпущения грехов а вводило для людей одно покаяние но как же марк говорит здесь для отпущения грехов на это отвечаем что и он проповедовал крещение покаяния а это проповедь к чему вела к отпущению грехов то есть к крещению христову которая заключала уже в себе и отпущение грехов когда мы говорим например что какой то пришел перед царем повелевая приготовить пищу для царя то разумеем что исполняющие это это повеление бывают облагодетельствованы царем так и здесь пред теча проповедовал крещение покаяния для того чтобы люди покаявшись и принявшие христа получили оставление грехов комментарий гнати хиновича сегодня абсолютно везде упор делается на необходимость крещения но проходит оно без всякой подготовки феофилак джин четко показывает что проповедь ведет и к отпущению грехов и к крещению христову стихи 5 6 и выходили к нему вся страна иудейская иерусалимляне и крестились от него все в реке иордане исповедуя грехи свои иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих и елокриды и дикий мед толкование мы уже говорили об этом в евангелии от матфея теперь же скажем только о том что там опущено именно что иоаннова одежда была знамением сетования и пророк показывал таким образом что кающемуся должно плакать так как вретящее обыкновенно служит знаком плача кожаный же пояс означал омертвелость иудейского народа равна пища иоаннова указывая здесь конечно на воздержание было вместе и образом духовной пищи тогдашних иудеев которые не ели чистых птиц небесных то есть не помышляли ни о чем высоком а питались только словом возвышенным и направленным горе но опять упадающим долу ибо саранча акриби есть такое насекомое которое прыгает вверх а потом опять падает на землю равным образом он оставался у него без ухода и не был умножаем углублением и правильным разумением хотя евреи думали что они разумеют и постигают писание они имели писание как бы некоторый мед но не трудились над ними и не исследовали их комментарий Игнатия Тихоновича эти последние слова блаженного толкователя сказаны прямо о православных какими не были во все века запад не породил и сотой доли ересей как православный восток и вся причина только в одном что не вкушали мед писания и не трудились над исследованием Библии не искали ответа прямо от Господа в слове Божием как в древнем Израиле слово Божие было утеряно и только случайно нашли его сборщики денег глубоко в ящике под слоем мусора так и у нас слово Божие скрыто под человеческими вымыслами а народ оставлен был ждать и не подготовленным подходить к лжекрещению или совсем уходить в ереси вторая пара 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 лепоменон 34-14 когда вынимали они серебро принесенное в дом Господень тогда Хелкея священник нашел книгу закона Господня данную рукою Моисея стихи 7-8 и проповедовал говоря идет за мною сильнейший меня у которого я не достоин наклонившись развязать ремень обуви его я крестил вас водою а он будет крестить вас духом святым толкование я говорит не достоин быть самым последним рабом его который который бы разрешил ремень то есть узел на ремне обуви его понимают впрочем и так все приходившие и крестившиеся от Иоанна разрешались посредством покаяния от уз грехов своих когда веровали во Христа таким образом Иоанн у всех разрешил ремни и узы греховные а у Христа не мог разрешить такого ремня потому что у него и нашел всего ремня то есть греха Богу нашему слава Аминь что он не хочет туда поверли ну вот я в другой раз буду спрашивать что это да нужно рассказать что-нибудь оболящих всех поменяли да все в воде кинопа у нас вонило что на этом там в стране больно не было больно больно вот так заболела и старший небесный где? да в больнице в больнице еще разнодорожных терапийник не говорит она дома побывала но опять везли молимся милостепан болеет милостепан растуда или что болеет потому что остальное вице очень тяжелое она восстанавливается загуляй вы старшие что вы потеряли в Киеве или здесь ближе батюшка Антонина болеет батюшка звонил вчера ну вот уже Севастян брат говорил о том что в четверг девятнадцатого в девять часов служба он приезжает пол девятого только значит в девять часов будет служба будет в Киеве не забудьте с собой принести посуду но побольше так все поймали о боляющих Антонина знаете да Севастян тоже болел Надежда Васильевна что Надежда Васильевна ну Надежда Васильевна помним конечно А путешествующих упомянули не упомянули только Андрея и Ирину они путешествуют еще наверное поехали к сыну они в камне ну ладно, все равно путешествующие ну и путешествующих наших вы встретите нас всегда, помните каждый день и днем и ночью на руках на литве несите наших братьев Александра, Никиту, Максима, Евгения и всех православных христиан которые участвуют в этом деле чтобы Господь избавил, как говорит наш христиан, избавил от совершения греха и возвратил их здравие душевным телесным так, еще у кого есть объявления, просьба еще хотел попросить брата Селастьяна чтобы он не служение говорил, а служба попроще как-то служение это что-то духовного относится равнозначно а это служба просто равнозначно, служим Богу я вот знаете, я не про Бога которая в воскресенье хотела передать поклон вам от Виктора Николаевича потому что он звонит и ему хочется, чтобы мы все помнили все время о их семье и молились о них от Светы Займодиновой поклонки от Нины Жолнировой тоже поклон вам кстати, Виктор Николаевич не сообщил как у него прошла беседа со своим начальником по поводу службы работы а у Светы как там? у Светы в храм ходит она в храм, там служит там она делает очень служение ну то есть там где нужно находится я вижу для меня нового человека может быть вы представитесь кто вы, что вы все представляете Зовите меня Александр Гробче пожалуйста Зовут Александр крестился в прошлом году в деревне Потеряевка приехал у меня отпуск Зовете где? живу сейчас в Москве приехали специально сюда? ну да и перед Москвой живу в Украине Робинская область деревня Кучин в Москве сколько времени? 11 марта 2015 года в Москве то есть до событий? нет, события уже с 2014 года начинались а я уехал в 2015 году ну да, я имею в виду до последних событий прошлого года как прошло время с момента крещения? я имею в виду возрастали? а в занятиях участвую в занятиях? участвую в занятиях? да, постоянно кто в скайпе кстати в Москве уже там достаточно много вас которые приняли крещение потеряете вот как бы вас там организовать вместе чтобы вы там были они организовывали они там уже организовывали организовывали? чтобы они там были ближе но Москва-то все-таки не вся Россия скажи мне там получается что собираются не только из России из Украины есть из Белоруссии есть из Германии есть из разных мест люди собираются что вы не собирали? нашел общину вашу нашел через интернет когда приехал в Москву вот ну я в храм у себя ходил там ну интересовался вот все-таки да и в поиске был вот и нашел Сергия Парализованного вот знаете да и сразу же и нашел Игнатия Тихоновича тоже канал и их вместе и начали смотреть чуть больше Сергия Парализованного сначала смотрел вот а потом смотрел именно их разговоры с Игнатием Тихоновичем и уже перешел полностью к Игнатию Тихоновичу когда пересмотрел Сергея ну все вот это шел потом нашел номер телефона Вячеслава ему написал созвонились вот ну и меня подключили уже Семенова Семенова да 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 и меня подключили уже к скайпу где я уже участвовал в занятиях вот начал выходить соглашенными вот ну и вот потом приезд мы потеряем по и крещению работа где работаешь работаю в медицине в медицине да 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 вот массаж и мануальная терапия как раз то что требовалось в Москве в Москве тоже собираемся благовествуем вот кто ближе живет то съезжаемся и ходим благовествуем семья семья есть да жена и двое детей сын и дочка где-то взрослые большие Борис и Елизавета Борис и Елизавета жена Любовь пока жена в вере как тоже верующая верующая вместе она крещения так принимала ну еще они как бы облитые получается да то есть не ну полное погружение на них значит там на Украине еще да да они они тоже еще неудобно вытаскивать оттуда ну понятно 8 лет дочке два с половиной года понятно благодарю вас Спаси Христос Продолжайте работа есть над чем работать и в семье и вокруг еще у кого есть вопросы просьбы пожелания и на тексте завершаем так прошу Володя не перебивать меня он убирает снег когда падает я только в окно смотрю наружу наблюдения он утром раным раной кто-то из взрослых ребят позвонили узнали как снегу много он целыми часами проводит я на улицу не выхожу в течение недели ни разу даже в синки не вышел еще тут со мной возится топит давно в квартире надежда так братья возьмите себя на заметку как в свободное время снег идет брякнуть это же не чужое все второе у нас в интернете как мне известно в скайпе ну не больше кажется пяти человек работает может быть там шесть настолько богато идет материал даже не скажем мы считаем что более насыщенной группы такой священным писанием просто нету нигде любой ответ дают вот я сейчас коснулся одной темы у нас была Кубайкина Галина Ивановна там целый клад что написала я все отдельно складывала долго там не было сейчас добянул все на рассмотрение выставлять кто-то бы поговорил с ней как она там и помолиться о ней какой она вот писала такая трезвость в уме как она вперед проникала о чем слышал никто больше об этом я бы не давал отдыху как она я не знаю больше десяти писем от нее было ну как ко мне считай помолиться вы знаете назвать ее Галина Ивановна она вот с Мариной Геннадиной как раз помогали тут были корректировщиками вы знаете мы молимся и думаем на переиздание нового трех новое издание трехтомник Нового Завета огромная огромная сумма для нас неподъемная но сумели найти одно из лучших предприятий которые издает Можайское и там работает Москва с ними и примерно сказали сейчас там с рисунками с этими Густаво Доре я говорил надо репринтное издание сделать нет корректор один был а сейчас восемь подписано и они дают раз потом другим дают и все новое новое находят где-то там запятые там щерточки но я говорю если хоть одна ошибка будет найдена нам тогда крепко надо надавим посмеются столько корректоров чтобы начали и чтобы не было обмана никакого это не 2 рубля и вот как теперь взять оттуда Можайское это же Москва считай и теперь где хранить я положил где там а там кошки скребли попортили несколько книг а она же не знает кошки считать не умеет даже здесь было выпускает она и здесь залезла и попортила значит какие сейчас готовятся кто поедет стоимость которая оттуда чтобы привезли трехзначными цифрами умножена на несколько поэтому самое помолитесь вот она в курсе дела всего как она сделать у них машина есть наемный или какой человек там работник который поедет оттуда и по разным городам будет скидывать сколько где хранить ну допустим 500 экземпляров это это же много у нас всего 5 тысяч будет ну и остальное чтобы сюда довезти вы запишите себе на молитве так и говорить господи трехтомник нового завета в толковании блаженах эпилахта помоги нам его сюда привезти показали небольшой ролик губернатор Тарменко Вик окажется его звать в Алтайском крае так нет да ну и он с митрополитом Сергеем у того то не было который у Максима это такое общение дружественное и он там стоит свечи зажигает значит его звать Виктор помолиться что может быть и действительно он верующий да нельзя сказать как следует я вот о чем говорю вы как то записывайте это я называл два имени вам Сергей и меня нам знакомые которые сидят там которых наши взяли на промс считают это Никита Александр у него двоюродный как племянники Максим Максим там один Иоанн еще есть и Пахматов Георгий вот Пахматов Георгий уже несколько раз ходят его возвращают обратно а вот приходят совсем на сутки еды все ему говорят сейчас не берут опять разворачивают домой он сидит но он хороший пекарь там все может делать от которого нашего взяли этого Никиту то его заранее то наказался альтернативная служба присягу не принимаю оружие не беру его никто не стал принуждать вот дело то какое и поставили на кухню и уже прислали грамоту родителям за хорошее воспитание не ворует и лишнего не ест я так понял ну а за что на кухне то там больше ничего нету ну вот о чем я сейчас вот сказал то помолитесь об этом нам нужна помощь я хотел Александру сказать чтобы дали слово а ты уже догадался у нас такой порядок если есть какое-то нам наставление дать а не только о себе рассказать вот Вистр Андреевич он может предоставить слово во все оставляйте нас Александр у кого есть слово можно я скажу я хотел сказать сразу таким с грамматикой брат читал Иван Девят Марко начало начало пути Господа нашего Иисуса Христа к нашим душам а шел то он такими ну путей то не было никаких нашим душам в чем дело поэтому называется брат читает и говорит стези на самом деле это просто стези там не буква э а буква е стоит поэтому это все и все слышится намного мягче и нежнее и непонятнее потому что вот эти самые как Игнатик в своем комментарии говорит стежки дорожки то есть что такое стежка дорожка это позаметало стежки дорожки где проходили милого ножки да а что их позаметало да они вот узенькие такие и когда Христос пришел и таких даже не было узеньких потому что Христос сказал идите наипачи к погибшим овцам дома Израилева апостолам когда увидел что несколько человек есть оказывается но скажем что Господь этих самых человек сам и приготовил то есть вот Господь он до такой степени милостивый он до такой степени строгий ну я я не оговорился то есть сейчас спросите так милостивый или строгий а вот в Господе все есть он смотрит на человека если человек предопределен им ко спасению то он к нему милостивый и строгий а к тому кто не предопределен он просто не просто строгий а жестокий человек этот просто умирает и все а место писания конечно есть когда родились двое близнецов то Яков был возлюблен а Исаф был возненавиден Исаф погиб и вот сейчас потомки от этого Исаава они распространились везде даже до Саудовской Аравии и везде лютуют и не приняли они и Христа и то что постоянно нам Игнать Ильич говорит об этих двух миллиардах которые говорят что он не воскрес он не воскрес это только через 600 с лишним лет пришло такой огромный пласт людей подготовленный сатаной которые только об этом и говорят что он не воскрес он не воскрес не воскрес не воскрес то есть вот какие как Господь подбирает нам вот эту стежечку дорожечку к нашей душе совершенно непонятно но он сначала нам дарует вот это прозрение какое-то и мы начинаем что-то искать я вот о себе могу сказать что мне говорят ты Бога искал я говорю нет я не Бога искал я вот что-то искал и почему-то понял что Библия это книга она вообще от других отличается и за нее я даже практически чуть не дрался но во всяком случае сильно там спорил когда начинали говорить что это нехорошая книга как Господь этот путь находит вот как говорит как путь змея по скале вот известном Господу мы смотрим где тут змеи лазили корабля в море корабль прошел после него море опять возгладилось и ничего нету и путь и путь и путь мужчины к сердцу девицы женщины да как вот это тоже непонятно почему она именно этого полюбила посмотришь в охват какой-то такая красавица тоже ничего не понятно вот точно так же Господь непонятно располагает нас к себе а на самом деле мы с вами предопределены я к чему это говорю к тому что я послушал тут как священники издеваются над пытаются издеваться над словами Игната Тихоновича и когда он говорит об избранности они прямо вот аж в микрофоны плюются как гебельс ну до такой степени себя довести могли люди которые не имеют не только евангельского духа конкретно обладают духом злобы поэтому Господь видит что человек может спастись и он к его сердцу находит путь и поэтому дай Бог чтобы мы никогда эту свою стежку дорожку ко Христу не замели сами не упустили не подскользнулись с нее а шли только по этим окровавленным стопам кровь которые оставили стопы Господа Господу славу во веки веков аминь 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 завершаем кипятили большой бак стоит с кружкой алюминиевый пей и пошли все с зубами а которые ебали все без зубов вот как это я сегодня просто не сказал значит надо смотреть что полезно а уже как и не хотел горько но кто ослепил знает а господь то как сделал достойно есть такова истину блажите тебя Богородицу и сна блаженную и пренепорочную и матерь Бога нашего честнейшую теровим и славнейшую без сравнения серафим без искрения Бога слово родшую сущую Богородицу тебя величаем господи взращите родину нашу от нашественных племенников от внутренних распри от беззакония которое в тайне останови делающих зло просвети правителей страны нашей чтобы принимали мудрые законы и всех начальствующих также просвети и защити людей не познавших тебя обрати к истине чтобы божественную любовь твоя коснулась с каждого сердца священники которые не служат тебе как должно пусть покажется в неближении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе господи праведно суды твои над россией за то что оставили тебя и слово твое из и не слово твое из инослава 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...